Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Samsung представила для нас с вами свои новенькие бюджетные смартфоны, линейки Galaxy A. В этом году данная новинка будет называться Samsung Galaxy A34. И я, собственно говоря, сегодня здесь для того, чтобы вместе с вами посмотреть, а какой получилась данная новинка. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! И в самом начале стоит отметить, что новинка выглядит ну просто сексуально. И она очень похожа на флагманскую линейку смартфонов Galaxy S23. И от этого еще больше охота купить, потому что ну разрыв в ценнике здесь просто колоссальный. И если я при обзоре флагманской линейки говорю, что ну такой себе дизайн, в принципе неплохой, ну вот прошлогодний, лучше с этим блоком камеры выделенный, то вот в более младших моделях вот этот дизайн ну просто заходит на ура. Вы просто посмотрите, как выглядит Galaxy A34, да и Galaxy A54. Но в этом видео у нас будет разговор про модельку помладше. Samsung Galaxy A34. Давайте обо всем по порядку. Новинка получила классный супер AMOLED дисплей на 6,6 дюймов с разрешением Full HD+. 2400 на 1080 точек с частотой обновления 120 Гц. И здесь опять же хотелось бы отметить то, что даже вот в таких уже среднебюджетных моделей, практически во всех у Samsung дисплеи на 120 Гц, A34, A54, ну и выше, понятно, модельки уже имеют дисплей на 120 Гц. И это не может не радовать. В сердце у нас расположился процессор от тайваньской компании Mediatek. Это Dimensity 1080. По оперативной памяти все прекрасно. Здесь два варианта на 6,8 гигабайт. По внутренним накопителям та же картина. Два варианта на 128 и 256 гигабайт памяти. Также производителям заявлена поддержка microSD до 1 терабайта памяти. На задней стороне смартфона располагается блок камер, состоящий из трех модулей, основной из которых на 48 мегапикселей. Это широкоугольный датчик с апертурой 1,8. Фокусное расстояние 26 мм. Здесь у нас есть поддержка оптической стабилизации. Далее, ультраширокоугольный модуль на 8 мегапикселей с апертурой 2,2. Угол обзора 123 градуса. И третий модуль для макросъемки с апертурой 2,4. Он на 5 мегапикселей. Здесь у нас есть поддержка записи видео 4К и 30 кадров в секунду. И то, о чем я говорил немножечко ранее, даже вот такие вот среднебюджетные модельки у Samsung уже умеют записывать видео 4К и 30 кадров в секунду. Ну а на обратной стороне у нас фронтальная камера. Она широкоугольная на 13 мегапикселей с апертурой 2,2. Здесь также у нас есть поддержка записи видео 4К и 30 кадров в секунду. За автономность новинки отвечает батарейка емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Еще из интересного по коммуникациям. Здесь у нас Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, датчик NFC в комплекте и выход USB Type-C. Сканер отпечатка пальца располагается под дисплеем. Смартфон защищен по стандарту IP67. Корпус выполнен из стеклянного пластика. Габариты устройства 161,3х78,1х8,2 мм. Вес 199 грамм. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Samsung. Я напоминаю вам бюджетный смартфон, который в этом году получил название Galaxy A34. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. А сколько будет стоить? Отвечаю на поставленный вопрос. Базовая версия будет стартовать с 390 евро. Много это или мало? Отпишите в комментариях. Как вам? И отпишите вообще, понравилась ли вам данная новиночка. Мне лично очень зашло, потому что в первую очередь смартфон выглядит как флагманский. И от линейки S23 он отличается мало чем внешне. Как вам? Своё мнение отпишите в комментарии к данному видео. Также отпишите, хотели бы вы себе приобрести Samsung Galaxy A34. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал. И вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся в интернете. Всем пока! Кра!